Приветствую, друзья! Меня зовут Ковач Денис, я являюсь управляющим трейдером и основная моя специализация это торговля на товарно-фьючерсной бирже CME и, конечно же, на валютном рынке Forex. Думаю, что некоторые из вас уже знакомы со мной по интервью, которое я давал компании Amarkets. Достаточно, я считаю, такое колоритное, красивое получилось у нас видео с шикарными просто пейзажами Черногории. Если вы еще не видели, то обязательно посмотрите, я думаю, что вам тоже понравится. И появилась такая идея проводить для вас на регулярной основе уже немножко другой формат видео, а точнее анализ текущей ситуации, которая есть на рынке. Потому что многих трейдеров тоже интересуются мнения, взгляды своих коллег, возможно, более опытных коллег, для того, чтобы рассматривать рыночную ситуацию под различными углами и, соответственно, принимать уже более взвешенные торговые решения. Поэтому в данном видео я бы хотел вам показать непосредственно то, как я анализирую рынок, какие методы анализа использую, как они друг с другом сочетаются. И, собственно, вы увидите мой стиль торговли, мой стиль анализа, как и что я делаю. И также, друзья, мы не забываем, конечно же, под видео ставить большой палец вверх, ваши лайки будут вам плюсиком в карму. И обязательно, пожалуйста, пишите в комментариях, что бы вы хотели также видео видеть на наших следующих видео. И если будет ли вам интересен, также режим прямого онлайн вещания. То есть речь непосредственно об анализе, который будет не в записи выкладываться, а именно в режиме прямого эфира. То есть мы с вами сможем не просто проводить анализ текущей рыночной ситуации, но и также вы сможете прямо онлайн задавать мне вопросы. И я по ходу вебинара буду на них все достаточно детально отвечать. Подобный опыт у меня есть, я достаточно давно уже провожу по понедельникам вебинары, то есть для своих друзей, для своих коллег тоже. И многие ребята приходят по понедельникам и вопросы задают по ходу вебинара, и также потихоньку учатся. То есть я анализирую и опционы, и объемы, также и зоны маржинальных требований. Все это показываю, как оно вместе сочетается. Вот поэтому, ребят, если вам подобное обещание, именно онлайн, если оно вам будет действительно интересно, то не поленитесь, пожалуйста, оставьте под видео ваши комментарии на этот счет. То есть в какое время приблизительно вам интересно было бы подобные онлайн-трансляции проводить, и по каким дням. А там мы уже дальше технические моменты все решим, как, каким образом и во сколько это все делать. Главное, что мы тогда с вами сможем общаться именно вживо, а не просто по записям. Так, ну что ж, давайте тогда начнем. Значит, мой рабочий стол вы сейчас видите. Смотрите, сейчас мы с вами начнем вот так вот четко и по делу. Итак, смотрите, прежде всего, что я использую себя в торговле, то есть какие торговые инструменты я анализирую и торгую. Это основные валютные пары, также соответствующие им валютные фьючерсы. В данном случае речь идет об евро, фунте, австралийце, новозеландце, франке, канадце и японской иене. Также обязательно золото, нефть и просматриваем, но не торгую, это индекс S&P 500. Давайте вот по классике я обычно начинаю с анализа евро. Давайте посмотрим по евро, что есть. Значит, перед вами сейчас мой экран. И смотрите, краткий экскурс, что у меня, собственно, здесь отображено. Во-первых, евро сейчас находится на достаточно сильном сопротивлении. То есть это ближайшее локальное сопротивление, которое сочетается вот с зеленой такой зонкой. Это одна вторая зоны маржинальных требований. Но я вам скажу честно, у меня есть огромные сомнения, просто колоссальные сомнения в том, что евро отсюда сможет сделать какой-то выброс вниз. Дело в том, что да, зона есть, предположение такое есть. Но, мне кажется, во-первых, без ложного перехая это, в принципе, странно будет, если оно сразу отвалится вниз. Вполне логично. Вначале взять хотя бы, как минимум, ложный перехай, а потом уже по возможности, если дадут кульминацию, тогда можно будет рассматривать уже шорты. В текущих я бы пока что-то делать не советовал, хотя как запасной вариант у меня есть такая вариация. Я все-таки ожидаю евро в район 1.1250-1.1285. Здесь находятся стратегические уровни сопротивления. Также вы видите, у меня построенный торговый канал, причем это расширенный торговый канал. Я его строю по своей авторской методике. Это вариация построения равноудаленного торгового канала только уже с учетом расширенного диапазона. Поэтому можно создавать, как здесь внизу вы видите, такой треугольник. Это так называемая буферная разворотная зона, которая очень хорошо работает. Поэтому вполне логично здесь предполагать о том, что по евро, даже с учетом фактора времени, возможно, завтра, возможно, в следующей неделе цена может действительно взять основную область сопротивления. И плюс ко всему, если сегодня за зонкой, за пределами зоны 1-2 маржинальных требований закрепится цена, у нас автоматически появляется основная маржинальная контрольная зона. Она будет находиться приблизительно вот здесь, то есть чуть-чуть ниже от указанного диапазона. Но я думаю, что все-таки до него добьют. Давайте посмотрим, почему я так думаю. Значит, по другим ракурсам рассмотрим эту же картину. По большому счету, что у нас есть с точки зрения опционов? То есть сейчас перед вами основные объемы по колл-пут опционам и уровне премии. По контрактам текущей недели, следующей недели, текущего месяца и следующего месяца. Значит, что мы здесь можем увидеть? Во-первых, прямо сейчас в районе 1.11.70 у нас находится самая первая опционная граница. Достаточно большой есть открытый интерес. Есть хорошее вливание непосредственно по опционам их объемов. Но судя по тому, что происходит флетовое накопление в этом диапазоне, очень часто может произойти такая штука, которая называется расхеджирование. Если расхеджирование будет, то мы однозначно идем к верхней границе. Верхняя граница находится у нас повыше. Она будет в дальнейшем также переноситься, но глядя на текущие премии следующей недели, глядя на текущие премии даже следующего месяца, я бы хотел выделить основную зону. Основная зона у меня получается вот такая. Сейчас я вам выделю ее границу, чтобы четко понимали. Значит, 1.12.25 – это начало зоны. И на данный момент, пока еще без двигов, потом в дальнейшем цена может еще прилично сдвигать. Это 1.12.70, если округлить. Это, пожалуй, наибольшая зона, наибольшего интереса будет для продаж. То есть здесь крупные рыночные участники будут максимально защищать свои позиции именно в этой области. Если еще дополнить зонкой маржинальных требований и техническими разворотными уровнями, и особенно учитывая то, что у нас есть очень неплохой вот здесь экстремум на 1.12.50, если округлить, то я считаю, что его попробовать, потрогать все-таки было бы очень даже здорово. Особенно выбросить стопы менее осведомленных рыночных участников и оттуда уже начать рассматривать сделки на разворот. Поэтому я буду самое повышенное внимание уделять именно этой зоне 1.12.25 и 1.12.70. По мере приближения цены к данной зоне она еще может корректироваться, уточняться, но все равно где-то в этих районах приблизительно будет оставаться, потому что наибольший повышенный интерес мы видим как раз в районе 1.12.70 примерно. 1.12.65 и 1.12.70. Поэтому я ожидаю рост данной зоны и затем уже буду рассматривать новый цикл продаж. С точки зрения рыночных объемов, смотрите, здесь меня смущает один маленький нюанс. Обратите внимание на показания кумулятивной дельты. У нас при растущем рынке после вчерашней ставки ФРС США, что вполне было предсказуемо по поводу обвала доллара и очень успешно мы с ребятами его тоже отработали, и здесь сейчас в дальнейшем многие начали пытаться продавать. Смотрите, дело в том, что да, точное вливание у нас по бидам есть, то есть биды в данном случае это рыночные продажи, но это вовсе не означает, что прям взяли все крупные рыночные участники и вернулись продавать. Нет, конечно, потому что если появляются биды и цена в итоге флетит, это прежде всего означает то, что здесь идет сброс позиций, то есть частично данные позиции начинают сбрасывать. И при этом кумулятива у нас отрицательная. Если кумулятива отрицательна при растущем, пусть даже локальной рынке и отсутствии вообще каких-то поползновений на продажу, чаще всего это движение вниз по цене, которая может произойти, оно будет являться просто коррекционным и затем продолжит новый рост. Поэтому против кумулятива я всегда стараюсь вообще не входить. То же самое было и вот здесь. То есть когда цена росла, затем пофлетила, посмотрите на кумулятива. Она просто сумасшедше была отрицательной. И вот вам дальнейший результат. Здесь ситуация абсолютно аналогичная. Поэтому я бы лично против ветра, честно, не плевал бы в данном случае. Потому что хоть зона и есть, но я бы сказал, что зона слабенькая, если даже какие-то продажи отсюда брать, но не очень рисковые. Ну я лично не хочу в данном случае рисковать. Слишком слабая зона. В конкретно данной ситуации кумулятива мне тоже говорит, что не спеши, успею. Вот, ребят. Так что по евро я все-таки вижу продолжение лонгов, а вот в этой зоне уже буду рассматривать. То есть это фактически называется зона, это верхняя граница рынка. То есть все, что цена выходит за пределы данной зоны, это называется область перекупленности. Поэтому с этой зоны я буду начинать рассматривать продажи. Затем фунт. По фунту ситуация в принципе аналогична. То есть у нас есть ближайшие уровни сопротивления. В сочетании здесь была раньше также маржинальная зонка сделана. Но у меня есть опять-таки впечатление, что все-таки пробьют. Этот анализ я делал еще в понедельник. Сегодня все-таки четверг, поэтому немножко он обновлен. Но в целом лонги, которые я ожидал, они все состоялись по основным валютам. И я считаю, что их смогут продолжить. Дело в том, что по фунту, я вам сейчас покажу опционную картину рынка, она очень сильно, знаете, как разразнена. То есть растянута. С точки зрения зоны маржинальных требований идеально получился у нас тест с отскоком от одной второй зоны. Также внизу вот видите уровни. Это у нас были стратегические уровни поддержки. И по большому счету я не вижу вообще причин для того, чтобы цена не смогла пройти к данной зоне. Тем более здесь тоже есть стратегические уровни. Вот один, вот второй. И к данной области действительно могут дойти. Я не призываюсь сейчас покупать. В коем случае не подумайте. Покупаю. У меня вот моя личная тактика. Я работаю почти всегда лимитниками. И покупаю исключительно от коррекции. То есть я не работаю, например, пробойными ордерами. Это совершенно не мой стиль. Только от коррекции беру, потому что, по моему убеждению, подобные входы, они, как правило, скажем, более безопасные у них. Соотношение profit loss достаточно высокое. И при этом риски у них ниже, чем у пробойных ордеров. Потому что рисковый диапазон для выставления стопа получается раза в три меньше. Это уж точно. Поэтому по фунту, чисто по технике, я все-таки рассчитываю на продолжение лонга. В районе 31.50, 32.20. С точки зрения опционной картины рынка, смотрите, значит, где у нас будут находиться верхние границы. Как я вам уже говорил, она достаточно растянута. Нижняя граница вообще черти где находится в районе 1.22. То есть здесь движение более чем серьезное. Самый крупный открытый интерес, что мне здесь нравится, находится на 1.31. То есть я считаю, что именно начало, реальное начало сильной разворотной зоны будет в районе 1.31. Как видите, здесь у нас 31.57 начинается зона. А здесь именно первый открытый интерес крупный. Но я не вижу больших объемов здесь по опционам. Они все-таки находятся все в районе 1.32.04. Поэтому с точки зрения верхней границы рынка, я обязательно сделаю вот такой диапазон, вот такую область. Сейчас я вам ее выделю. Давайте округлим. 1.31 нижняя граница и 1.32 с копейками – это верхняя граница. Да, это стапунктовый диапазон, но этот диапазон не для выставления селлимитов. Ни в коем случае не путать. Это диапазон, в котором я начну рассматривать действительно мощные сделки на продажу. Верхняя граница, как таково, видите, здесь уже толком не отображается, потому что были определенные ожидания у крупных рыночных участников перед ставкой. Сейчас уже немножко страсти поутихли, и поэтому все-таки верхняя граница рынка именно в этом диапазоне находится. У нас по маржинальной зоне, если ее еще больше уточнить, смотрите, если ее еще больше уточнить, то где-то 31.60 будет начинаться данный диапазон. 31.60 – это просто шикарная будет зона. 31.60 – 32.05 получается. Она практически совпадает с тем, что у нас уже начерчено. То есть и техника, и опционная картина рынка у нас приблизительно одинаково получается. Поэтому я жду продолжения лонгов по фунту, и в этой зоне буду принимать уже решение о возможном развороте. С текущих и даже ближайшие есть опционные границы, но здесь меня смущает, что как-то очень маленький открытый интерес здесь. Поэтому в районе 1.30.05 – 1.30.30, скорее всего будут просто как коррекции, дадут такую приманку, заманувку для движения вниз, и в итоге все равно отстрелят вверх. Поэтому я все-таки буду в эту область ожидать. Я сейчас его уже не покупаю, у меня лонги были, но они такие, в общем, были краткосрочные, перед ставками я их все закрыл. А касательно текущей ситуации, у меня какая-то тактика. Если цена приходит в мою зону, там я начинаю рассматривать сделки на разворот. Если она не приходит в эту зону, я просто инструмент не трогаю. То есть я не стараюсь быть постоянной в сделке, у меня такого нет. Я лучше войду там, скажем, один-два раза в неделю аккуратно, но войду красиво, четко, с хорошим от ожидания. С точки зрения объема, смотрите, по кумулятиве, в принципе, сейчас ситуация спокойная. То есть та отрицательная кумулятива, которая у нас была до этого, так называемый разворотный свинг дали, уже, в принципе, все закончилось. И сейчас вот эти все шорты, которые здесь набрали, вот здесь их будут красиво выносить. Поэтому я считаю, что с огромной вероятностью сделают перехай экстремума от 21 октября. При этом, смотрите, если чуть увеличить сейчас текущую ситуацию, у нас по объемам, вот вчера как раз на ставке есть у нас опорный объем, есть реакция, есть формирование. Вот раз из зоны покупателей часового тайма, вот вторая зона покупателей часового тайма, сегодня ее протестировали. И, в принципе, я не вижу пока еще каких-то серьезных поползновений для движения вниз. Плюс до этого у нас была вот четкая кульминация 24 октября сделана, то есть это на прошлой недельке. Вот, поэтому, друзья, пока шортов я не вижу. Я все-таки за продолжение лонгов по фунту. Объемы тоже за лонги, техника за лонги, как и по фунту, так и, собственно, по евро. Австралиец. Вот, а по австралийцу достаточно интересная ситуация. Дело в том, что он уже фактически достиг разворотной зоны, хотя изначально она была даже еще чуть ниже, там в районе 69-20 она начиналась. И сейчас уже немножко подкорректировал. Что у нас здесь есть? Есть маржинальная зонка, вот она серым цветом выделена. Цена я очень неплохо увидела, сделала первичный отскок вниз. В принципе, отскок пока еще не сильно большой, тут в районе 40 пунктов, но какой-никакой все-таки сделала. Я не исключаю вероятность небольшого ложного переха и захода внутрь этого диапазона, потому что эта зона наиболее сильная с точки зрения разворота. Почему и чем она обоснована? Смотрите. Во-первых, стратегический уровень. Уровень взят от 12 сентября текущего года. Вот он, данный уровень. Цена его уже красиво пробила. Сегодня же, по сути, протестировала с обратной стороны. Сейчас вот формирует от него же отскок. Это нормально абсолютно. Реакция такое чаще всего происходит. Затем есть вот такой уровень, который был сформирован у нас 10 июля. Данный уровень является стратегически важным значимым, плюс ко всему импульсным. Импульсные уровни достаточно неплохо по цене в дальнейшем реагируют. И здесь, плюс ко всему, этот уровень является как уровнем вращения. По сути, его цена уже видела. То есть 0.69.10 сочетается с маржинальной зоной. Но так как это уровень более глобальный, стратегический, то не стоит ожидать от него какой-то прям такой филигранной точности. Поэтому я ожидал, что все-таки добьют выше к верхней границе. У нас изначально лимиты давал своим подписчикам по торговым рекомендациям на 0.69.20. Ночью там ситуация чуть-чуть поменялась и сдвинулась граница рынка на 0.69.27. Но я в этот момент спал, поэтому не знал об этом, увидел уже только утром. Но в принципе даже 0.69.20 неплохо себя показало. С точки зрения верхней границы рынка и опционов, здесь вообще картина очень красивая, прекрасная. Смотрите, как прямо сейчас онлайн выглядит верхняя граница рынка. Вот она. Значит, ее начало зоны 0.69.28, окончание этой зоны 0.69.50, если округли. Поэтому стоп изначально спрятал на уровень 69.60. То есть у нас вход был здесь сделан лимитом. Лимит был изначально, когда нижняя граница вот здесь находилась, 0.69.20 и стоп на 0.69.60. То есть 40 пунктов был риск. Тейк здесь получился, вот у меня по ближайшей зоне 0.68.10 я выставлял, то есть сами можете посмотреть. Здесь получился 110 пунктов против 40. То есть практически 3 к 1. В принципе нормально. Но это была самая первая цепь. Вторая находилась еще ниже. А если брать во внимание нижнюю границу рынка, то вот она. Раз. И вот более дальняя ее граница. По месячным контрактам она вообще находится очень-очень далеко, глубоко внизу. Но в целом я австралийца рассматриваю исключительно только на шорт, потому что в районе верхней границы рынка покупки делать это крайне целесообразно. И с учетом того, что отскок буквально так единичный был, ну понимаете, чаще всего подобные отскоки, они еще потом тестируются, делаются ложный пробой и потом только отваливаются вниз. Это очень часто эта фишка происходит. Тем более обратите внимание на кумулятивную дельту в момент сегодняшнего падения и в принципе в момент сегодняшних торгов. У нас самый крупный объем, естественно, это была вчера ставка, то есть у нас он является опорным объемом. Здесь у нас находится область покупателей, плюс посмотрите на точные вливания. Здесь по аскам, здесь по бидам, то есть если в целом выделить по точечным вливаниям данный диапазон, то у нас получится вот такая вот зонка спроса. Следовательно, отсюда цена будет с большей долей вероятности, найдет свою поддержку. И так как сейчас вы видите, точное вливание было по биду в районе предыдущих, то чаще всего в данном случае это является байлимит. То есть биды наверху рынка, это рыночные продажи, биды в моменте падения рынка и отсутствия дальнейшей реакции, это чаще всего байлимит. Поэтому посмотрим, кто кого перетянет, но в целом, исходя по этим объемам, да, у нас при падении был крупный объем, но нет инерционного продолжения. Вот этот момент меня смущает. Поэтому могут чуть ниже добить и пойти здесь на ретест. Поэтому в принципе есть два варианта. Первый вариант это, сейчас вам покажу вот на часовом графике. Первый вариант это движение вот сюда в район примерно 0.69.12. Протестируют здесь у нас контртрендовая зона, находится зона продавцов и сделают вот такую комбинацию. Или же сделают небольшой вот такой ложный перехай и с него уже потом вниз. Поэтому что один, что второй вариант развития событий, я считаю, что носит все равно абсолютно одинаковый конечный результат. Поэтому и по фунту я рекомендую рассматривать именно шорты. Так, хорошо, новозеландец. По новозеландцу, знаете, как немножко недобитым выглядит данная структура. Причем потому, что в принципе да, у нас рядышком есть хороший значимый экстремум. Ну это локальный, не стратегический, это локальный экстремум значимый. Но при этом почему-то у нас до сих пор его еще не пробили. Ну странно, потому что здесь будут продавать абсолютно все, кому не лени. И я считаю, оставить их с носом, ну это будет очень даже логично. Вот, поэтому я ожидаю все-таки добой вот сюда, вверх к этой зоне 0.64. Ну и то я ее, конечно, немножко загнул, так прям по верхней границе маржиналки нарисовал в сочетании со стратегическими уровнями. Вот, но в целом, видите, откуда эти уровни взяты. То есть вот раз, можно даже и еще один нанести. Вот он стратегический есть, то есть раз, два, вот он еще третий такой локальный, потому что здесь крупный объем находился. В принципе, эта область очень важная. Если будут добивать, то, скорее всего, к данному диапазону. К сожалению, проверить по верхней границе рынка с точки зрения опционов мы не можем, потому что в новозеландский доллар опционов нет. Но чисто по технике, с текущих я продавать не хочу, потому что я смотрел и на часовом графике. Да, есть контртрендовая зона, но понимаете, контртрендовые зоны, они очень опасны. Когда в целом формируется основное усилие крупными рыночными участниками, делается по направленности вверх, то, как правило, все формирующиеся контртрендовые зоны, они носят либо небольшой коррекционный характер и остановку рынка, либо их просто пролетают. Поэтому я не очень хочу здесь входить в продажи с текущих, а вот с верхней зоны, да, вот такую комбинацию отторговать я все-таки хочу попробовать. Поэтому Новозеландия, скорее всего, пока что перехай. В принципе, это сочетается как раз с той картиной, что он по австралийцу показывал, потому что это как два брата. С точки зрения объемов по новозеландцу, смотрите, сегодня момент падения вообще был, по сути, объем мизерный относительно вчерашних поставки, то есть когда была идеальная сделана кульминация, вот серым цветом показан объем, потому что уровень открытия равен уровню закрытия на часовом графике, поэтому серый цвет, короче, доджик. И реакция от него моментальная была. Я не думаю, что эту реакцию прямо вот так вот сразу полностью нивелирует, тем более учитывая то, что вверху объемов, да, их, собственно, практически и не было. Кумулятива, да, положительная здесь, она направлена с иной, но это нормально. Такое, как бы и должно быть на самом деле, когда происходит раскорреляция, это и есть признаки рыночных манипуляций. При этом, посмотрите, как раз вчера, когда кумулятива с огромным просто таким отрывом падала вниз, то есть по своему значению пробивая многие предыдущие значения кумулятивные. И подобные вещи, когда отстрелить в обратную сторону, то цена движется весьма неплохо и идет на перехай. Поэтому без перехай я здесь продажи рассматривать не буду, не хочу. Ну вот, то есть поняли, да, к этой зонке ждем. Франк, Франк красавчик, вот Франк просто обожаю его, идеально отработал. У нас было сделано с ребятами, тоже с подписчиками делали вот такую зону сопротивления, причем не просто сопротивления, это была и верхняя граница рынка, которую я вам сейчас покажу. Это была и зона продавцов сделана, это было сочетание стратегических уровней сопротивления здесь. То есть на самом деле это супер, это прекрасная была зона для продаж. На самом деле она даже начиналась еще чуть выше, начиная с уровня 0.9966, но у меня были сомнения, добьют, не добьют, но в итоге добили. Вот, поэтому поставили, когда цена еще вот здесь была, в районе 99.20, поставил лимит на 99.60, стоп, 99.90 и тейк, два тейка, точнее один на 0.98, второй 0.9850. К ближайшему тейку цена уже потихоньку-потихоньку подходит. Идеальная отработка, не придраться, плюс ко всему еще и одна вторая зона маржинальных требований, что усиливает вероятность того, что отсюда действительно могут сделать очень хороший, очень знатный такой отскок. Следующая маржа у нас вообще находится гораздо ниже, рядышком со стратегическим как раз уровнем. И в принципе вся вот эта структура такая трехфазная, в основном указывает на продолжение тенденции вниз. Поэтому все, что будет движением вверх, это все будет с огромной вероятностью коррекционным. Сейчас я вам покажу верхнюю границу рынка. Смотрите, вот ее просто офигенно видно. Вот верхняя граница рынка, прям точь-в-точь, видите, 0.9965. Прекрасно цена ее увидела, там перехай сделала в район, так, у меня тут максимум 69, там буквально сделала и все. Поэтому здесь прекраснейшая рыночная ситуация была на продажу, потом граница чуть снизилась. Сейчас вот данная граница у нас находится вот здесь, это 99.50, но это ее верхушка аж там находится, а начало ее в районе 98.96. Я бы что на несколько вариантов, что если смогут откорректироваться, то приблизительно где-то вот в эту область, сейчас я вам ее озвучу, 99.14, 99.05 примерно вот в этот диапазон, а отсюда уже будем рассматривать возможность входа на весьма неплохие шорты, дополнительные, то есть это как-то ливка, в общем. Теперь смотрите, по верхней границе, вот верхней границе объяснено, теперь по поводу объемов. Смотрите, какая здесь есть интересная ситуация. Значит, во-первых, у нас есть опорник. Это так называемый опорный объем в сочетании с зоной покупателей. Поэтому по фьючу, если у нас появится вот такое движение коррекции вниз и затем с большой вероятностью домой вверх, это зеркальное отображение того, что только что он показывал на спотовых котировках. То есть непосредственно у нас есть потенциал для дальнейшего падения. То есть здесь это имеется в виду на спотовых котировках. Давайте мы их сейчас совместим и прикинем. Так, это часовой график. Значит, свечка здесь вверх. У нас там, соответственно, вниз после свечи с большой тенью. Значит, вот раз. Вот эта зона. Вот она. 98, 87 и 98. Короче, 99. Сюда можно сказать. Так что к этой зоне запросто могут откорректироваться. Здесь же как раз у нас первый опционный барьер, причем месячный, будет находиться. И от нее с открытым интересом, кстати, обратите внимание, очень неплохим. И от нее дальше двинут вниз. Поэтому я исключительно за продолжение шортов. И ближайшая цель 98,50. Следующая цель в районе 0,98 ровно. А, да, и плюс ко всему у нас еще вот такая красивая была трендовая. Вот посмотрите, как ее цена вот так вот аккуратно поцеловала буквально тенью на 4-часовом тайме. И от нее отскочила. Так, Канада. Канада моя вторая любимица. Точнее, мою вторую любимицу, потому что это канадский доллар. Смотрите, по Канаде красота тоже была. У нас вот такая разворотная зонка была сделана. Изначально она была чуть-чуть выше. 1,3050 она начиналась. Но потом нижняя граница рынка в динамике по чуть-чуть спускалась вниз. И в итоге финально вот такая зона появилась. Погрешность составила 1 пункт. 1. И при этом, посмотрите, тоже по технике сделал. У меня здесь был равноудаленный канал, направленный вниз. И к нему я добавил для создания буферной зоны еще вот такую трендовую. То есть имеется определенная метода, как я сочетаю трендовые линии с торговыми каналами. И создаю из них буферные зоны. Здесь была идеальная буферная зона. Представляете, как эту линию видели. И когда я понял, что в сочетании с данной границей канала у нас появилась также нижняя граница рынка. Да и, собственно, по объемам была классная ситуация, которую я вам чуть-чуть позже покажу. Мы в итоге вошли в шорт с ребятами. Смотрите, где. Лимитка стояла 1,3040. К сожалению, на 1,3040 нас не зацепило, потому что цена 1 пункт не дошла. Да, обидно, но это рынок, ничего с этим не поделаешь. 1 пункт не дошли. Поэтому, когда внутри, по-моему, 15 минут на получасовом дайме началась борьба, мы поставили лимитку 1,3050. Ее зацепили, вогнали нас в просадку аж на 8 пунктов. И после этого у меня тейк стоял ровно на уровне 1,32. Кусочек я зафиксировал раньше. Кусочек у нас был по этому уровню в районе, по-моему, 31,60. Я зафиксировал. Второй кусок уже на новостях вышло ровно по уровню 1,32. То есть прокатились мы, я считаю, идеально. Стоп был изначально 30 пунктов. То есть 1,3050 мы вошли, 1,3020 был стоп. И финальный тейк на 1,32. То есть можете сами посчитать, какое соотношение вышло. То есть это мой стиль, я так привык работать. Мне лимитными ордерами гораздо комфортнее. И вот такой анализ у меня получился. Я его вчера еще перед новостями делал, потому что эта зона у меня уже была построена. Я видел сочетание с важным уровнем, видел сочетание с зоной здесь продавцов. Также была уже у меня здесь контрольная маржинальная зона построена. Поэтому я решил, что эта область реально очень сильная будет. От нее обязательно дадут коррекцию. Коррекцию приблизительно вот сюда вижу, в район 31,20, 31,10. Почему именно сюда? Потому что уровень это такое дело, в данном случае это локальный, очень слабенький. Но здесь находится у нас сейчас один из первых опционных барьеров. Чем даже чуть выше, это 1,3128. С очень большим, я бы сказал, самым большим открытым интересом в данном случае. Более крупного открытого интереса у нас здесь нигде, как видите, на покупку и нет. Вот нижняя граница рынка, естественно, гораздо ниже находится. Но это пускай вас особо не смущает, потому что все-таки у нас локальный тренд стал растущим. И при этом, как минимум, сюда я ожидаю все-таки еще падения. То есть вряд ли с текущих уровней цена будет расти. Верхняя граница рынка вот буквально очень близко к текущей цене начинается. Это чисто по недельный и месячный опционный барьер. Более дальний и самый сильный, однозначно, находится в районе вообще 1,3340. Вот здесь самый сильный диапазон у нас выбран. Поэтому я все-таки ожидаю продолжения коррекции вниз, как показал это схематично, и затем домой вверх. А теперь то, что обещал вам показать касательно рыночной ситуации, которая у нас была сделана. Значит, смотрите, в тот момент это у нас зеркальное отображение, потому что фичерс у нас движется в обратную сторону. И обратите внимание, значит, вот была эта ситуация. Я ее рассматривал изначально на 15-минутном тайме, потому что как раз повезло, в тот момент возле монитора находился и увидел, что здесь происходит. Сейчас я вам немножко увеличу, чтобы было удобнее. Вот, смотрите, вот эта картина была. То есть здесь у нас было сделано уже достаточно длительное накопление в течение всей недели полностью, даже кусочка предыдущей. Я видел, что цена на 15-минутном тайме сделала такой небольшой вроде как выброс вверх, и следующая свечка закрепилась под ней ниже. То есть, во-первых, так как я знал, что здесь уже однозначно находится верхняя граница рынка, а фич, кстати, я продавал на уровне 0.76.70, Это мне безумно обидно было, как у меня всего лишь один тик не дошел. Поэтому по фичу мне пришлось потом дополнительно входить на 0.76.65. Ну, в принципе, погрешность 5 тиков – это абсолютные мелочи. В общем, увидел, что здесь появилась у нас на 15-минутном тайме кульминация. Вот она подтверждена на графике. Далее перекрытие свечи вниз. Замечательно. Далее. Следующая свечка чуть-чуть меня смутила. Я так напрягся, думал, что сейчас еще один ложняк сделают, а потом пойдут вниз. Но не смогли. И в итоге полностью обвалили вниз и получили вот у нас повышенный объем, еще более, еще крупнее предыдущего, и так называемое проталкивание. То есть, самый крупный объем у нас вот здесь появился – это проталкивание сквозь ближайший уровень. В дальнейшем подобные проталкивания будут называться опорными объемами и опорными свечами. И выполняют уже роль здесь сопротивление. И, соответственно, на спотовых котировках это была поддержка. То есть, здесь все внутри на часовом графике. То есть, вот раз. И в дальнейшем уже как поддержка здесь выполняла. И красиво на ставке Центробанка Канады. Как раз я очень ждал вот это движение, потому что, в принципе, и открытый анализ публиковал в группе в Фейсбуке, и в группе в Телеграме тоже его публиковал. И показывал, что только лонги рассматривали. И мне еще некоторые говорили, мол, нет, тренд вниз, какие лонги, ты что, только продажи и так далее. Я говорю, ну, ребят, вы хорошо продавайте, но у меня, благо, есть свое мнение, опыт позволяет мне исключительно дружить только со своим мнением. Поэтому я рассматривал исключительно только лонги. И, как видите, не зря. Поэтому очень хорошо отработали здесь кульминацию и пробили вниз. Сейчас вот текущая ситуация, вы прекрасно ее видите. То есть, вот она. Сейчас у нас здесь сформировали огромный просто точный объем, гигантский. Подобные вещи чаще всего они как минимум на коррекцию. Затем смотрите, дали тень. И видите, сколько в них. Это у меня объем показан по ленте принтов. То есть, здесь и агрегированные кумулятивные сделки, и дробленные агрессивные сделки. Все они здесь указаны именно как фиксация. Фиксация и первичную реакцию сразу вверх. Поэтому сегодня мы протестили кульминацию и дадим вверх. Посмотрим, какую по размеру. Приблизительная схема у нас есть. Дадут уже коррекционное движение. А там буду снова рассматривать новые лонги по спотовым котировкам и, соответственно, по фьючам продажи. Так, японская иена. Расстроила меня. Правда, расстроила. Ну, во-первых, изначально я ждал до боя. Вот здесь я ловил лимитом 109.50. Но, как видите, к сожалению, 20 пунктов не добили. А второе, когда нарисовали красивейшую кульминацию, от нее как раз я шикарно собрался войти. Ночью поставил лимит, дал ребятам сигнал. Говорю, все, там уровень 108.95. Сейчас покажу, откуда он взялся. Вот, получасовой тайм, видите, такая крупная, большая свечка. И по ее нижней границе, по ее нижней границе выставил лимитку. Это как раз и был уровень 18.94 с копейкой. В общем, 108.95. Я округлил нижнюю границу. Но цена... Сделал нам такой сюрприз. 108.89 там с половинкой всего лишь нарисовала и обвалила красиво вниз. Поэтому, увы, остался без сделки. Но сейчас я ожидаю новый коррекционный рост. И у меня уже стоит здесь лимит вот на этом уровне. Это 108.70. Здесь я уже на всякий случай один пункт взял, если вдруг недобой произойдет. Поэтому 108.70 здесь буду ловить сделку на продажу. Ее уже я выверил по часовому, по четырехчасовому таймфрейму. Сейчас я этот уровень вам тоже отмечу и обосную. То есть это, во-первых, нижняя граница кульминационной свечи. Здесь была свеча кульминации. Это раз. Четвертинка маржинальной зоны при отскоке, это один из моих паттернов при работе с маржиналками, это 2. Перекрытие предыдущего сегмента по телу свечи и движение к противоположным экстремумам, это 3. Плюс, на часовом графике можете видеть верхняя граница рынка начинается именно отсюда. Это 4. Ну, я думаю, достаточно причин полагать о том, что с данного диапазона, если цена сюда вернется, то с данного диапазона будем ловить очень красивые покупочки в район приблизительно уровня 107. Стоп в данном случае я лично поставил на 109.05. На всякий случай выше данного уровня. Была изначально мысль просто на 109, но потом решил из этих 5 пунктов, что нам жлобиться. Поэтому 109.05 поставил. Поэтому считайте сами, 35 пунктов риск, стоп и 175, точнее нет, здесь у нас 107 ровная поставка, поэтому 170 пунктов тейк. Вот с такими соотношениями я всегда стараюсь работать. Поэтому даже если там 1-2 стопа будет, ну, сами понимаете, тейки под 150 пунктов, это отбивают вот так. Так что ожидаю продолжения хороших продаж по японской иене. Верхняя граница рынка и также хорошие объемы по опционам вливания у нас находятся как раз в диапазоне 108.68, 108.80. Дальше уже тут верхняя граница совсем далеко. Это то, куда я изначально ожидал как раз движения, но не добились сюда. Я уже думаю, если честно, что вряд ли добьют, потому что важное перекрытие рынка сделали. Вот. И движение вниз уже к нижнему сегменту. Здесь, в общем, есть куда разгуляться. Так, хорошо. Значит, по японии разобрались. Ах, да, по объемам же обязательно рассмотреть. По объемам смотрите, картина маслом просто. Те, кто разбирается в объемах, сразу же увидите здесь кульминацию. То есть кульминация часовой свечи. На ночь я, тесно, ну, наверное, в чем-то моя ошибка была. Можно было прямо на ночь поставить отсюда buy limit, когда цена уже перекрыла четко вверх. Ее бы идеально зацепили. Сейчас бы сидели уже просто на 100 тиков. Ну, если перевести в форексной котировке, это примерно 50 пунктов. Сидели бы уже просто в хорошей прибыли и горе себе не знали. Но уже после драки кулками не машут. Обратите внимание на такой момент. У нас DEPOC. То есть DEPOC – это динамический ключевой рыночный профиль, в моем случае месячный. Он находится у нас под ценой. То есть он уже выполняет достаточно мощную, хорошую роль поддержки. Плюс ко всему, вот после кульминации у нас есть еще вот такие локальные маленькие уровни. Они тоже выполняют своего рода некую роль поддержки. Это, собственно, то, что я вам показывал здесь вот в районе 108-70. Это по сопротивлению на спотовой котировке японской иены. Поэтому в случае, если будет сюда движение, это у нас будет формирование второго сегмента уже после перекрытия. Это так называемый паттерн перепозиционирования. Если будет интересно, загуглите, что такое паттерн перепозиционирования. Это тоже одна из моих разработок. Я вот давно еще полностью формализовал в плане времени, в плане фактора цены. То есть здесь одновременно и цена, и время сочетаются. И вот в таком виде. Самое главное, чтобы была эта коррекция. Если коррекции не будет, то, собственно, иена у нас очень дерганный инструмент. Может сразу вот так вниз отвалиться. Но я этого не исключаю абсолютно. Поэтому такой вариант развития событий тоже имеет место быть. Поэтому если просто сразу вниз отвалиться, тогда будем где-то по пути искать зонки продавцов и от них входить. Если же их не будет, ну ничего, останемся без сделки. Будем сопровождать. У меня вот разве что только франк остался. Так, в общем, с японской иеной, думаю, ситуацию вы поняли. Например, золото. Золото, вы сами видите, у меня изначально была расчерчена здесь вот. Ну, это не зона, которая была раньше. Это немножко другого. У меня вот был уровень расчерчен с экстремумом. И также вторая зона здесь на всякий случай. На случай более глубокого снижения, которое в итоге не произошло. Но кульминацию вот здесь мы в итоге закончили. Вот. Я ожидаю на самом деле рост. Рост к самому ближайшему сопротивлению в район 1516 с копейками. То есть здесь очень хороший диапазон. И он именно ближайше находится. Контрольная маржинальная зона. Давайте сейчас так условно посчитаем. Где-то вот здесь будет находиться на уровне 1525. Поэтому диапазон для роста здесь прекрасный. Потенциал идеальный. Накопление все удержали хорошо. Кульминацию дали. Вот она, четырехчасовая кульминация. Вот она, часовая кульминация. Тоже здесь ее дали, я считаю, просто прекрасной. Поэтому, сочетая все это вместе, у нас появляется просто, я считаю, отличнейшая картина для дальнейшего роста. Теперь, если маржиналки вот таким образом перестроить вверх, вот с минимума, который у нас сейчас есть, то обратите внимание, одна, вторая зонка, прямо сейчас цена в этот диапазон вошла. Границы рынка все-таки находятся выше. Поэтому я бы сказал, что самые такие значимые границы рынка у нас будут начаться в районе 1516. До этого здесь пустое поле абсолютно. И в сочетании с контрольной маржинальной зоной 1526-1530 с половинкой. Вот такой вот крутой вообще диапазон, сейчас я его выделю. Возможно, еще граница будет сдвигаться, но маржиналка в любом случае останется на своем месте. Поэтому по золоту я на самом деле ожидаю роста именно вот в указанный диапазон, а с него уже буду действительно рассматривать продажи. Вот такая вот верхняя граница рынка у меня сейчас по золоту получается. Внутренние коррекции, конечно же, не исключаю, они там различного характера могут быть, но все-таки основа, я бы сказал, вверх. По объемам, так, по объемам, по объемам, кульминацию видите раз. До этого был проталкивающий объем, который уже перекрыт обязательно телом свечи, это два. То есть, а, и плюс депок. Депок, выполняющий роль сильной поддержки, это три. То есть у нас по золоту исключительно лонговая ситуация, исключительно лонговая. Поэтому смотрю только рост. Все, что вниз, коррекция и хорошая возможность для нового откупа. Так, и завершить как раз наш обзор сегодняшний я бы хотел нефтью. Дело в том, что по нефти я вот рассматриваю именно лонговые позиции. Почему? Во-первых, хорошая область поддержки по локальным экстремумам – это раз. Одна вторая зона маржинальных требований – это два. Наличие крупных объемов, я вам чуть-чуть позже покажу, это три. И плюс недалеко было начало нижней границы рынка четыре. Плюс по технике, смотрите, красивейший канал, причем именно по классике построены. Здесь никаких дополнительных, скажем, ответвлений или еще чего-нибудь здесь нет. Действительно красивый именно классический канал вверх и очень близкого нижняя граница. Поэтому если как-то и будут добивать, может быть еще один ложняк дадут, и потом все равно все-таки рассматриваю вверх. С точки зрения, опять-таки, границ рынка, смотрите, есть у нас более дальняя граница с достаточно крупным объемом, но ее диапазон большой. Я не очень люблю такие вот диапазоны. На всякий случай я вам сейчас ее укажу. И плюс ко всему раскидаем маржиналки вниз. То есть если разбросить маржиналки, у нас выходит, что одну вторую сейчас цена как раз тестит. Нижняя у нас вот такая. Но опять-таки здесь нужно смотреть, с чем сочетать. Так, сейчас я гляну. Открытый интерес, конечно, здесь невменяемо огромный. Поэтому зонка внизу у нас будет вот в таком виде. То есть мне не хочется ее сочетать прям по всей границе. Это будет не совсем корректно. То есть будет очень большая зона. Нижняя граница рынка у меня получилась 52.65, 52.15. И промежуточная здесь именно по опционным барьерам. Здесь такой узенький, буквально узенькая зонка. Ее можно просто даже в виде уровня показать. В районе примерно 53.60. То есть ее границы. Давайте 10 тиков возьмем. Такое расстояние. 53.50, 53.60. Очень сильно. С точки зрения опционов зона объем небольшой, но открытый интерес колоссальный. Смотрите, открытый интерес. Сколько контрактов у нас тут? 34.324. То есть такого открытого интереса нет нигде. Ближайший есть, но он сколько тут? 23.888. Но это все равно значительно меньше, чем то, что внизу. Поэтому все равно, если будут пытаться протолкнуть ниже, я все равно рекомендую откуп. И особенно самый сильный это в районе 53.60. 53.60, если цена сможет сюда опуститься, это тоже очень сильный диапазон. И обратите внимание, всегда, когда вы чертите, например, какие-нибудь разворотные диапазоны, обязательно обращайте внимание на то, как слева рынок вообще эту область видел. Потому что если даже в прошлом в этом диапазоне не было никакой реакции, то никогда не стоит его ожидать. Если поставить, например, здесь... Давайте сейчас я поставлю уровень. Вот он сделал 53.60, 53.52, там, по-моему, где-то так было. То есть, в общем, не очень удобно так чертить. Поэтому сделаем просто вот в таком виде, чуть-чуть продлимю вниз. Вот так вот. Обратите внимание, что, по сути, это область вращения получилась. То есть, цена достаточно часто с обеих сторон видела этот диапазон, и отсюда даже мощный импульс делала. Вот. Поэтому здесь зона сильная. И последнее будет вот здесь внизу. Это уже нижняя граница рынка. Вот вы прекрасно видите, где эта граница рынка находится. Открытый интерес небольшой, но большой объем. Вот. Тоже очень важный момент. Поэтому это уже самое критическое значение, которое только может быть. Это 52.13, 52.65. Вот. Но я сомневаюсь, честно, что туда дойдут. Поэтому либо с текущей зоны, либо попытаюсь еще влажняк дать. И погнать вверх где-то от уровня 53.60. Так. Ну что ж, друзья. Собственно, вот в таком виде выглядит тот анализ, который я провожу еженедельно. Тоже он открытый для своих подписчиков дел. И многие приходят, то есть открыто все это смотрят, сверяются, проверяются, как у них получилось, как у меня получилось. И когда есть моменты совпадений, то, конечно, это усиливает нашу уверенность в предстоящих сделках и, собственно, в том анализе, который изначально провели. Вот. Поэтому не забываем под видео ставить лайки, большой палец вверх. И, конечно же, пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть в дальнейшем. И если вы хотите в подобном стиле, чтобы я проводил анализ рынка именно вживую, онлайн, на живом рынке, а не в записи. Вот. Пишите об этом просто в комментариях. Можете плюсик поставить. Можете просто написать, что да, хотим живые трансляции. Давай. Вот. Тогда мы с руководством Амаркетс договоримся и сделаем тоже наши вебинары именно в режиме. В режиме прямого вещания. Вот. А на сегодня тогда я заканчиваю. Очень надеюсь, что вам понравился. Самое главное, чтобы был полезен тот анализ, который я для вас сегодня записал. Вот. И в дальнейшем уже, надеюсь, с вами всеми встретиться, увидится уже в режиме прямой трансляции. Всем большое спасибо за внимание и до скорых встреч.